Итак, всем привет! Сегодня у нас будет очень шумно, потому что мы находимся на дамбе. Вот, можете увидеть зрение. Вот такую красоту. Правда, мусора очень много идет по потоку с водой. Вода очень сильно упала, то есть у нас в данном месте глубина около полторашечки максимум. В данном вот этом месте по колену, 10 метров 40-35. Далее, будем вот тут производить, короче, мы рыбалочку сегодня. Потом перейдем туда, попробуем на малечка. Значит, сейчас я цепляю камеру себе на голову, дабы вы видели, куда я что смотрю, чем я куда верчу, что я как делаю. Сейчас все покажу. Поехали! Значит, так, хорошие мои. Ничего еще не привязывал, никакого монтажа у нас вообще нет. Значит, достаем мои волшебные коробочки. Значит, смотрим, что мы сегодня будем ловить. Скорее всего, это будут головы, густера и платва в основном. Ну, еще и сибель. Значит, что будем мы думать? Думать будем по крючкам. По крючкам думать будем, надо думать что-то больше. Я думаю, с длинным цевьем и с очень острым корейским жалом нам куда идет данный крючок. Вот такой. Боже мой, ржавый уже какой-то что ли, а? Ну, ладно, мы на него тоже поймаем. Все острый, все хорошо. Значит, привязываем, завязываем. Пока привязываем, завязываем, будем болтовни заниматься. Ребят, сегодня погода у нас просто ураган. На самом деле ураган. Синоптики передают, короче, 7,9 метров в секунду с порывами. Ну, оно-то, короче, и у нас и есть. Леска парусит, леска очень тонкая. Груза будем использовать очень маленькие. Слушайте, а дайте-ка я, наверное, другую оснастку попробую. Все-таки попробую скользящий груз, а не подвешенный. Точно. Точно, точно. Давно хотел попробовать, все забывал. Оставляем крючок. И идем за другими стостями. Так, ребят, было принято решение крючочки Малеха поменять. Попробую сначала на Дунаевский крючок. Мне кажется, он более будет актуальней здесь. Он покороче. Он у нас покороче. Так, значит, взял я 2 грамма грузик, так как у меня тест данного удилища. 0,22 грамма. Это нано-микро-джик. Там я не знаю, мормышин, кто как называет. Кому как удобно. Кто так пусть и говорит. Далее. Нам нужен стопорочек. Идем за стопорочком. Стопорочек, стопорочек, стопорочек. Ах, как раз один остался у нас последненький. Понятненько. Кто-то тут у меня запутывалось. Блин, давно в снасти не залазил. Порядок дивизии не наводил. Вообще ужас. Ладно, займемся скоро. Итак, поехали, значит. Берем нашу лесочку. Основная, поводковая она у нас является любая. В данном случае она у нас основная и поводковая. Берем, значит, наш грузик. Два грамма. Закидываем на лесочку. И закидываем потом стопорочек сюда на лесочку. Опа! Как все хорошо у нас получилось. Все, ребят, вот. Будет лежать немного на дне. Будет немного, конечно, тащить, волочить. Но ничего страшного. Зато поклевочка будет видна лучше. Поехали далее. Вязка крючка. Самое интересное и ответственное дело. Эх, смочить надо, да? Как говорится, не смочишь, не завяжешь. Погнали далее. Так, значит, крутим, крутим. Все, тут перехватываем. Блин, извиняюсь. Может быть, этого не видно там. Я не вижу, что я там снимаю в данный момент, блин. Все, готово. Откусили. Значит, ребят, получилась у нас вот такая вот оснастка. Сейчас опущу, будет видно. Получилось у нас вот так. Типа длину поводка вы можете регулировать как хотите. Ну, я сделаю, наверное, сантиметриков вот так вот 10. Ловить будем сегодня сейчас на перловочку попробуем. Дальше больше видно будет. Ну, что, полетели, помчались. На, в принципе, вот наши все убираем. Полотенчик нас вешаем. Будем ручки вытирать. Где-то сюда. Все, аккуратно. Воду я набрал. Мусор туда бросил. Все, ребят, полетели. Да, ветер, конечно, сегодня... Ух! Какой! Значится так. Перловка, да? Перловка, перловка у нас. Перловка где-то у нас... Вот она. Вот она, наша перловка. Ребят, возьму еще дип, попробую немного задиповать. А диповать я буду, наверное, тут и в фрукте. И мотыль у меня есть. Ладно, возьму и то, и другое, и посмотрим, на что будет брать лучше. Я ловил здесь жереха. Вот прям здесь? Нет, там, вот где ты. Ага. Я на трендец давно знаю. Не, я только первый вот... Вот с этого вот августа только тут начал рыбачить. А вот там постоянно ловил, до сброса. Вот здесь. Там тоже жереха... Ну, наверное, не голова, а льясь. Прям вот здесь вот, вот, где сейчас бурлит, прям вот там вот. В том году у меня каждый выезд перед работой, после работы, так вот, час-полтора, у меня не было такого, чтобы я не поймал голова или жереха. Не было такого. А, нет, тогда у меня не такой был спиннинг, а вот до 7 грамм. Я тогда 3-х граммовый... Возьмите вот еще. А я не видел. Я тогда эти 3-х граммовый кидал, потом перешел на грамм, и тогда хорошо пошло. А 3-х граммовый я кидал эти форелевые колебалки с одним крючком. А этот у тебя, Марка, какой спиннинг? Это даю. Тоже на зоне брал? А? Тоже на зоне брал? Тоже недорогой, бюджетный, блин. Сколько? 2 тысячи. А Косодаку чего не стал брать? Кого? Косодаку. Ну, зачем? Я себе как-то классами распределяю. Вот такой, который не жалко, еще один не жалко. Сейчас буду собирать на тот... А Косодаку в эту же цену. Ну, я просто, как сказать, я сравнений-то не знаю. Я же не в магазине его покупал. Если в магазине, я бы, да, там, поиграл бы, там, то есть все. Ну, я просто в курсе. Не, не, не. Я ни обзоры не смотрел, ничего. Так вот посмотрел. У него один наконечник не вклей, но этого. Нет, это не вклейка. Но вклейка лучше, да. Вклейка на мормышках лучше отыгрывает. Ну, видите, как она вон, она играет. Как обычный спинник. А там вклейка, она прям такая, вязка такая, хорошая. Я здесь на силикон платву брал. А у тебя леска, Соль? А? Леска не плетет? Да, лесочка японская 057. А сколько она держит? Веска. Кело 200, по-моему. Ну, я вот на нее вытаскивал всех вот этих против течения. Серьезно. Ну, может, катушка еще отыгрывает хорошо. Катушка тоже 2000. Конечно, я их так комплекта собираю, и у меня комплект 5000 в среднем. Тоже даю? Да. Да? 800-ка. Так комплектами все собираю. Удочка там чисто для одного, там для одной рыбы, это для другой. У меня, вон, валяется их там сколько, блин. А эта у меня теперь как универсальная. Блин, понравилось, все чувствуется на нее. У меня и пикер такой есть классный. Поднялся? О, окунь может. Нет, белый еще. Белый? А что если воблер попробовать оттуда сюда забросить, и вот он сам будет играть? Получится так интересно или нет? Фебель. Вот на нее надо попробовать, блин. И он постоянно вот отсюда выходит, с этого угла вот так идет. Почему-то я всегда так замечал. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Я говорю, ну вообще на блесну, на воблер поймать жир, это искусство надо. А во вторых, говорю, упорная рыба. А вкус, говорит, не готово. А я говорю, а вы готовите, знаете, какого? А зелу готовь, не готовь, трава и трава. Я, по-моему, на полтора-два килограмма, 72 с половиной. Так. Ну и попросил. Я просто жереха тоже не беру. Ну и попросил. Я раздаю. Обмотал его белой тряпкой. Так. Типа просто неплохой. Ага. Чувствую свое. Так. Потом обмотал его. Густерка хорошая. Вот она тут играет. Густерка не играет. Густерка хорошая. Так. А, блин, где моя палочка? Вручалочка. Отмотала резинкой по этой ткани. Отмотали головы вперед. Так. Но резинка выжимала воду из него. Так. И ставишь в холодильник тарелку в списку головой вниз 3 на 3 дня. На. И ткань забирает воду. И резинка выдавливает. То есть не соленый, обычный? Просто промыли его и все. Да? Так. Потом что? Или солил сразу, натирал. Натирал домой, но солил. А потом его тряпку размытывали. Или это самое. Натирает по этой соли растительным маслом, только душистым. Ага. Ну, похуже, чем этим, да? Оттуда. Растительным маслом, жабры, вывод, всего-всего, жирно-жирно натираешь маслом. И на солнце веса и живо. Прям на солнце? Да. И получается балык. Балык? О, ничего себе. Это становится прозрачным. И под пиво. Просто. Я попробовал пиво, мужикам приносят. А там у нас на берегу солики были. А они попробовали, а то горько рыба. А я говорю, вас на любви на деле. Да не может быть. А, это они же, да, говорили? Может, крючок дать? А? Все же интереснее будет, блин. В смысле, сколько крючок? Ну, половите, как я. Котам. И котам хорошо, и вам развлечение. Ну, смотрите. Ваш, ты бы и так много рассказал. Я переварить не могу. Вот. Вот. ночь в магнитовский или что это верный пакет я по килограмму да ну вот я вот брал в основном вот они ведь это уже под конец пошли думаю блин еще возьму там деду тоже завозил знакомому рыбаку вот так вот ну а это вот видео как раз в тот момент вот когда я ловил это было 3 августа он как гнет ну так когда дожди пройдет вода прибудет мне тоже кажется сейчас дожди обещают сейчас еще чуть-чуть так помутнение пойдет этот самое всякую живность будет воду сносить мне кажется активизируется все-таки клев здесь а я вот тут не ловлю его надо тут на этого на живца попробовать так ребята поговорили мы с дедушкой он ушел и у нас начался дождь мелочь подбивает знаете что поменялось за это время я поставил крючок малеха больше тот который вначале хотел поставить мы увидели у нас значит по размерам на нашу насадочка увеличилась за счет крючка теперь у нас там 34 перловки висят они 1 2 и рыба теперь не так серьезно хватает смотрю ну ладно может это просто себе должен под стенкой надо попробовать закинуть туда я обычно ловлю серединке и тогда уже делать какие-то выводы блин дождь идет ребят не серчайте извиняйте камеру я выключаю дождь идет а мы воюем вот такая платежка очередная да ребят погода нас конечно не балует так что за старания ребятки лайкосик поставки вот ребят рыбачок косынку попросил закинуть ну я ему вежливо отказал так что а мы вот мы и и Косынка тебе по голове дать. Вон пошел Косынку ставить. Посмотреть он хочет, что тут у нас есть. Я говорю, есть тут все, говорю. Говорю, а Косынки тут ставить не надо. Ермолинский пацан, бляхомуха. Что-то плоховатый какой-то клевчик у нас пошел. Ну, так, коту наловили. Пойдет. Дождь парит. Что это я начинаю сам себя уговаривать дому ехать? Нет, не пойдет такое дело. Что было запланировано, не может быть исполнило. Не исполнило, точнее. Ой, ребята, дождь парит, буду выключаться. Включаться только на нормальной рыбе. Итак, ребята, дождик наш прекратился ненадолго. Я перевязал крючок, поставил другой уже. Потому что на этот поклевки были, но ничего не засекалось. Видать, большовато. Рыба пугается. Может, еще и из-за толстой проволоки он, наверное, еще и получался и тяжелым. А на этот долбит как, вы можете видеть сами. Так что, все имеет роль, все имеет свое значение. Видите, как подавливает на это? Есть. Медленная подтяжка. И хлопечка раз и берет. Вот такая, ребята. Ну, небольшая что-то начала брать, конечно, хлопечка. Живцового размера. Но я вам скажу, душу отвести. Вам видео запилить. Ну, оно того стоит. Сейчас рыбачим до часика. А потом пойду с Никитосом Захаровичем спать лягу. Отправим нашу маму куда-нибудь отдыхать. Сами ручками ляжем тоже отдыхать. А потом проснемся и будем достраивать то, что не достроили. Вместе с Никитосом Захаровичем. С помощничком моим. Да, рыбка хорошо берет. Ребят. Небольшой сек... Сошло. Ничего себе какая. Кулатка, что ли, была хорошая. Ток прям сильно дернула. Ребят. Я один секрет вам расскажу. Сейчас общался я, значит, с дедушкой, да? Ну, рыбачок матерый. И он разделяет мою точку зрения, что сейчас у нас уже почти месяц давление 760 и ниже не опускалось. Очень высокое давление. Из-за этого рыба просто не берет. Но, ребят, лайфхак. На дамбах, на быстром течении всегда туда выходит рыба, чтобы покушать. Поохотиться, покушать. Так же белая, так же хищник. Так что, ребят, на дамбе клюет всегда. Всегда. Где есть бурлящая вода, там есть жизнь. Значит, там есть поклевки. Все, секреты рассказал. Поехали дальше рыбачить. В дальнейшем хочу, ребят, сам изготовить себе спиннинг. Изготовлю, получится. Так видео потом запилю, сделаю второй такой. Смотрите, как вздолбит рыбка. Ну что значит не берет? Не берет она вот там. Не берет она где-то там. Здесь она берет всегда. Здесь она и ветер мешает. У нас очень тонкая снасть. И наша леска, даже будучи она нагруженная, ее сносит. Что не есть даже хорошо. Значит, раздербанили вы нашу, да? Перловочку. Раздавил, блин. Что ты дальше-то не протыкаешься? Ладно, пойдет. Сейчас сразу на нее поймаем. Чтобы ее не успели разбить. Хлам. Поймаемся быстренько сразу. Блин, опять дождь, ребят, начинается. Говорите, где леска, а где наша, блин, монтаж. Есть контакт, ребят. Ах, ты ж, блин, сошла. Что ж такое? Блин, а тут сходит тоже. Да что такое? Там не берет на тот крючок, а на этот, блин, рыба сходит. Ну где же это золотая середина? Так, подкидываем, смотрите, куда прям под саму течку сейчас уйдет. Наши 2 грамма. Есть контакт. Видели, как загнул? Тебе, как зимняя рыбалка, ребят, только летом. Ха-ха-ха-ха. Я тебе прикол расскажу. Я в том году, в том году, с супругой рыбачил здесь, на этом же месте. Где-то есть фотографии. В дождь. Хламину в дождь. Такую же, получается, пору. Тоже был уже август. Конец августа. И мы здесь тоже дербанили в Платбул. На зимние удочки, ребят. До того было прикольно. Я вам говорю, дождь парит. У нас азарт прет. Блин, классно было, конечно, классно. Попрекалываться приехать сюда тоже, блин, зимними удочками. В тот раз мы людей смешили, в этот раз люди скажут, ну, ёпс, урора, у тебя что еще не вылечили? Ну, ребят, то, как присваивается, то, как может приспособиться, понимаете, в этой жизни. Хитрости всякие. Они нам только помогают. Почему зимняя удочка? Потому что та очень тонкая снафь. Потому что та очень тонкая снафь. Походу, сбили. Нет, не сбили. Ну, да, ребят, тут хуже стало клювать. На самом деле. Как только дождик, то все, похуже стало. Но мы не унываем, мы ловим. Не ноем. Мы слабаки. Не слабаки. Пусть слабаки ноют. А мы будем ловить. И у нас и будет получаться. Почему? Потому что у нас живет вера и надежда. Тихонечко подматываю я катушечку. Так, 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 так. Есть поклепки. Смотрите, как бьется. Есть контакт. Повисло. И это была плотма. Боже, даже зажрало. Значит, поводок у нас слишком длинноват, ребят. Смотрите, как бьется. Смотрите, как бьется. Смотрите, как бьется. Вот это сибель. Здоровый. Здоровый. Смотрите, как бьется. 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 бьется. Смотрите, как 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 бьется. Смотрите, буде así. Смотрите, что-то наелось. С episódio такой. Смотрите, что я наелся. Да, ладошка. ставьте лайки это плюс 5 к очищению кармы и плюс 5 маны к успеху на рыбалке напишите комментарий обязательно поставлю отмечу лайком и отвечу всем добра всем пока ребята до новых встреч